В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, я в студии Олеся Харлина. Мужчины всей страны скупают подарки и присматривают букеты для своих дам. Учитывая, какое количество женщин сегодня работает в органах полиции, мы тоже не могли обойти эту тему стороной. Смотрите в этом выпуске. Привычка до тюрьмы доведет. Рязанец пойман с мешком марихуаны. Говорит аноним, 52-летний житель города Сасово пошутил о минировании двух зданий. Красиво служить не запретишь. Кто они? Самые первые, самые знаменитые и самые современные женщины-полицейские. А начнем с криминальных новостей. Целый мешок марихуаны не успел донести до дома 27-летний рязанец. Задержали молодого человека на окраине города. При личном досмотре у него обнаружили мешок с высушенным растением, с характерным запахом. Эксперты установили, что злоумышленник транспортировал 3 килограмма 121 грамм наркотического средства растительного происхождения, марихуаны. Наркотические средства употребляете? Употребляем марихуану. Марихуану. Что у вас сейчас находится в руках? Конопля. Понятно. Где вы ее? На дачах. На дачах? Да, на дачах. На дачах что именно на дачах? Ну, нарвал. Для каких целей вы ее нарвали? Молочко варить. По предварительной информации, из собранного урожая злоумышленник планировал кустарным способом изготовить сильно действующее наркотическое средство. Мужчина честно признался оперативникам, что знает разницу между некоторыми видами наркотиков и понимает, что сам себе ломает жизнь. Не курите, не упротивляйте наркотики. Я попал, чего не советую. С этой пагубной привычкой задержанный пообещал завязать, а пока стал участником уголовного дела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может быть, мужчины в армии уместнее, но в военном деле нет мужских профессий. Поется в одной известной песне, и мы готовы еще раз вам это доказать. Кто же они? Самые первые, самые знаменитые и самые современные женщины-полицейские. Сегодня женщин в органах правопорядка много, и каждую хоть сейчас на обложку глянца. Есть дамы среди криминалистов, участковых, уполномоченных полиции, патрульных постовых и инспекторов ГИБДД. Наверное, это моя вторая кожа, наверное, это моя единственная жизнь. Если женщина отработала столько лет в полиции, в правоохранительных органах, то это, конечно, образ жизни. Эти женщины, которые служат, они сами по себе каждый день совершают подвиг, потому что они служат, потому что они в погонах. На практике очень сложно работать, сложнее намного, чем в нашем ВУЗе, но, тем не менее, женщины идут, работают, видят себя во всем этом. И я так думаю, что полиция без женщин просто невозможна. Елена Стругова стала первой женщиной-полковником милиции в Рязанской области. За своими звездочками она гордо шагала на шпильках. Так распорядился начальник, который приказал временно забыть об атмосфере учебной базы и придать событию особую торжественность. Мы же ведь женщины в первую очередь, а звезды нас как бы украшают. Он сказал, головной гор снять, берцы снять, встать на высокие каблуки и так докладывать генералу о том, чтобы готовы принять звание полковника милиции. Так я стала полковником милиции. Форму с иголочки она носит почти 39 лет. И это при том, что, будучи дочкой летчика, никогда не мечтала продолжить военное дело. Меня воспитывали так. Танцы, музыкальная школа, большое количество книг, активистов, пионерии и комсомолии. Я мечтала поступить в историкоархивный Московский государственный институт. Но я не знала, что он элитный и единственный в стране. О том, что она похожа на актрису, Елена Владимировна слышит часто. И это почти в точку. От шага выйти на театральной подмостке уберег успех брата, народного артиста России Евгения Головина. Ей не хотелось начинать на вторых ролях. Впрочем, как раз сейчас у нее подрастают самые главные зрители. Меня считают строгой бабушкой, потому что я пытаюсь не ругаться, я пытаюсь не кричать, а достаточно строгим тоном сказать. Ваня, драгоценный внук, Ваня сразу замирает, черные глаза его блестят. А играем мы в разные игры. Я очень люблю показывать театр. Когда дети сидят на диване, я сажусь за спинку и при помощи разных игрушек, мягких игрушек, машинок, мы демонстрируем какой-то сюжет, который они заказывают. Я могу вместе с ними ползать по полу, они могут на мне скакать, как лошадки. Мы можем с ними бегать, смеяться. Для того, чтобы понять, когда вообще в истории полиции появились стройные женские ножки, перенесемся в Чикагу конца 19 века. Официально первой женщиной офицером полиции считается Мария Оуэнс, она прослужила три десятилетия. Эта должность стала для нее своего рода компенсацией после смерти мужа, который служил в департаменте. Спустя 30 лет, в 1916 году, и в Российской империи стали принимать на службу в полицию местных красавиц. За более чем вековую историю дамы не хуже мужчин освоили все тонкости полицейской профессии. Ирина Никулина, например, звание подполковника получила дважды. Первое звание подполковника я получила подполковник юстиции, будучи в должности заместительного начальника следственного отдела отдела полиции номер один. Это бы мое было нынешнее звание. А второй раз погоны подполковника мне уже вручали погоны подполковника полиции, когда я уже приступила к службе в Рязанском феале Московского университета МВД России. Что там фильмы? Вот она, реальная женщина-полицейский, распутывающая, захватывающая криминальные истории. Из 24 лет выслуги больше половины Ирина посвятила следствию. Были тяжелые времена, когда были усиления. Месяц, два, шесть месяцев. Рабочий день длился 12 часов. Суббота, воскресенье такого понятия не было. У меня супруг, двое детей. Поэтому, конечно, рапорт писался не один раз, но он писался для мужа, а не для меня. Чтобы успокоить его. Я его очень люблю, поэтому нужно, чтобы, конечно, в семье был мир и покой. Но разве скажешь, что она мама молодого лейтенанта, который уже закончил Академию ФСИН и сейчас проходит практику в Бутырском СИЗО? Скоро их семейную династию продолжит и дочка. Так что к перекрестному допросу с пристрастием, признается Ирина, ее дети давно привыкли. К сожалению, да. Ну, профессиональной деформацией она же, наверное, никуда не девается. И поэтому муж мне иногда говорит, успокойся, ты уже не на работе. Будь мягче. Наверное, сложнее всего в полиции даже не женщинам, а тем мужчинам, которым посчастливилось с ними учиться и работать. Во все времена в систему приходили только лучшие умницы и красавицы. Первый курс. 48 национальностей в филиале Уфимского университета. Там я тоже была. Кстати, именно большое количество мужчин спровоцировало появление женщин-полицейских в Англии. Молодые новобранцы стали очень вольно вести себя с местными девушками. Конец женскому терпению пришел в 1915 году. Тогда добровольные женские патрули появились и на улицах Лондона. Причем работали они абсолютно бесплатно. То ли дело наша полиция. Кавалеры всегда были готовы постоять за девушек в форме. Если бы мне тогда в 80-м году сказали, что я буду полковником полиции... Сами бы не поверили? Не, не поверила бы мне. А что папа говорит? Папа говорит, молодец, служи. В семье Элеоноры Бодальянц с честью служили абсолютно все мужчины. А вот женская линия полицейских началась как раз с нее. За годы работы чего только не случалось. Из одного места в другое перевозили... Тогда еще были ЛТП назывались. И мы застряли в Каракумах. Представляете, там пески. Наверное, плюс 60. И мы там застряли. Автобусы сломались. Мы там где-то долго, долго я просидела. Мы там долго. Телефонов сотовых не было. Нас потеряли. В такой профессии главное не потерять себя, говорят они в один голос. Их бурная жизнь – удивительный коктейль еще милицейской закалки, громадного опыта, женской мудрости и бесконечной нежности. Так же, как другие мамы, они пекут пироги, радуются успехам своих внуков и занимаются любимым хобби. А еще вдребезги разбивают мифы, будто умной, красивой и успешной могут быть только три разные женщины. Если честно, я натуральная блондинка. Любая женщина, наверное, должна быть немножечко хитрой. Она должна быть настоящей женщиной для того, чтобы добиваться того, чего вы хотите. Вот я счастливый человек, я замужем. Если бы я не включала блондинку, наверное, этого бы не было. Женщина может все. И на дороге сориентироваться, и решение принять. Если надо стукнуть по столу кулаком, покричать может. Ну и ласково. И с курсантами тоже где-то хорошо, где-то по-доброму, где-то ласково, где-то строго. В погонах, не в погонах. Женщина – это прежде всего актриса. Это тот человек, который должен всегда находить пути, которые бы, наверное, удовлетворили всех. В том числе и курсантов. В первую очередь курсантов нужно уважать. Я работаю в основном на первом курсе, поэтому я должна всегда находиться в тонусе. Должна знать молодежный сленг, молодежную политику, молодежную культуру. Для того, чтобы быть где-то чуть-чуть наравне с ними. Да, они курсанты. Да, я полковник сейчас. Но я в первую очередь их педагог. В отличие от своих коллег, Ирина Хамидова не имела и представления, что значит носить погоны. Выпускница Душанбинского педагогического института с блестящим знанием иностранных языков смело могла штурмовать любые высоты. Была на стажировке в Германии, ходила в горы в качестве переводчика, защитила кандидатскую в области психологии. Только неспокойная ситуация в Душанбе заставила ее семью переехать в Рязань. Мне представляется, что я всегда была человеком гиперответственным. Поэтому некоторые качества, которые у меня были, мне кажется, мне помогли хорошо, легко адаптироваться к службе. Ее конек социально-гуманитарной дисциплины. Но, если что, объяснить может не только словом. Женщины в погонах обязаны уметь обращаться с оружием, знать приемы борьбы и постоянно тренировать свои навыки. Вот я вчера заступала ответственно. Это мне до 11 здесь, до 23 надо быть. Потом мне нужно проверить посты. Это Солочи, Стрельбище, Бирюзово. Благаю, что если начальник кафетры сам чего-то не делает, то значит они будут его сотрудники делать. У меня очень хороший коллектив на кафетре. Такой сплоченный. А ведь когда-то она пришла в ряды полиции обыкновенным преподавателям, а спустя несколько лет уже примеряла капитанские погоны. Не понимала, мне говорили, надо аттестоваться. Я говорила, зачем. Я привыкла свободно одеваться. Потом аспирантура в мегаполисе в северной столице, да, она свое дело делает. Я научилась по-другому одеваться, более демократично. Сегодня семейные традиции продолжают взять Ирина Васильевна и он майор. Когда дедушка кандидат в мастера спорта по альпинизму, а бабушка настоящий полковник, можно смело оставлять под надзором хоть детский сад, что там двое внуков. Нерастраченные фантазии терпения рождают вот такие совместные творческие работы. За строгой полицейской формой каждый из них кроется фонтан энергии и неуемная фантазия. Я всегда помню, кто я и своим не даю забывать, что вне службы мы тоже, к сожалению, не можем позволить себе. Самое главное всегда оставаться человеком при любых обстоятельствах, несмотря на то, что мы все носим погоны и наделены определенной властью, которая нам дана государством. Всегда оставаться людьми. Вы знаете, мой муж кадровый офицер-автомобилист. И я получала звания очередные раньше, чем получал он. И его и его коллеги спрашивали, слушай, ну что, теперь тебя застроить, наверное. Он всегда говорил, дома моя жена, это в первую очередь женщина, это в первую очередь мать, это в первую очередь теперь уже бабушка. У нас с мужем две дочери, у нас трое внуков, у нас Ваня, Маша и Ромаша. Канун 8 марта, уверяют наши собеседницы, ни одна женщина-полицейский в стенах университета МВД на дежурство не заступает. Мужчины их берегут. А они сами мечтают, чтобы новое поколение длинноногих красавиц не относилось к форме как к украшению. Погоны по плечу далеко не каждой женщине. Мне хотелось бы, поздравляя всех женщин с 8 марта, сказать им, дорогие женщины, в первую очередь оставайтесь всегда женщинами добрыми, милыми, отзывчивыми, любящими и, самое главное, любимыми. Вот и все, о чем мы успели рассказать. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. Там по дате эфира можно найти любую программу наших журналистов. Желаю отметить 8 марта без происшествий и прощаюсь до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова